вот мы с вами друзья оказались в гугле внутри тут люди какие-то разговаривают а вот очередь очередь стоит вы индийский ресторан у нас сделано резервейшн заказано место вот идет люба люба это у нас общая очередь или те которые с резервейшн отдельно отдельно нас сейчас заберут у нас резервация поэтому сейчас нас пока вроде делаем миджи мы с народом чтобы пью чай индийский чай такой ну да мы собираемся в индийский ресторан который с обслуживанием то есть не так как столовая где ты подходишь набираешь а здесь тебя приходят обслуживают а платить не нужно то есть платит дядюшка гугл у меня к вам есть просьба помните я же вам постоянно говорила что хочу стартовать свой блог видеоблог я хочу вас попросить быть моим первым гостем так это не я вас не буду снимать а вы меня да а когда как вам такое предложение сегодня прямо в столовке здесь снимать нельзя внутри ресторана у них правила ограничения да вот они просят не снимать переживают что гуглеры которые обедают там что-то обсуждают вдруг они попадут в кадр и это нарушит и у меня есть телефон мы можем с телефоном незаметно ну мы с вами по правилам все делаем вот поэтому я вот взяла ноутбук у меня сейчас камера я использую веб-камеру для съемок пока еще не приобрела себе камеру но не в ресторане не потому что у нас есть шикарный снимали вы вот сюда мы можем здесь у нас они у нас в гостях поснимаем уже здесь у меня будет буквально несколько вопросов то есть не длинное видео такое коротенькое но вот хочется знаете как это будет такая удачливая начала вы давайте этот самый ваш как называется ссылку а я у тебя повешу давайте вы будете вот у нас такой блогер друзья вот вы понимаете какой соблазн показать вам больше чем вы видите в этом кадре но это как бы ну не для нас есть договоренности не показывать больше михаил а сейчас вот хочу вас попросить помочь с имени как назвать сейчас подумаем у меня знаете был случай мы когда только приехали в америку это было ну давно там самое начало 90-х и был какой-то парень носился с идеей того что он хочет бизнес 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 в чем какой бизнес он он не знал но вот он название мучился названием я бы ну давай скажи что ты хочешь эти названия придумал и он говорит ты понимаешь это должен быть такой бизнес я еще не знаю что там будет но должно было быть понятно что же бизнес американский но в то же время русский я могу это к элементарной бы записывай чернобыл пройдутчики все убираем выключаем камеру девушка впереди который ведет нас столику разрешила нам снимать вот поэтому мы несмотря на правила гугла где при выдаче беджиков говорят нефига снимать мы идем и снимаем михаил вы волшебник еще никому не разрешали по моему ну есть волшебное слово пожалуйста и спасибо мы тут выясняем что у любы будет мотивационный блог я хочу для мотивации друзья показать вот эти не знаю медные это не медные это брас называется материал смесь меди там латуни там не знаю кто знает чего вот этих давай покажем поближе тарелочки вот они какие ручная работа друзья и на фоне ручной работы мы видим творение божье ну да это вот пример пример вот я хочу привести пример что когда вот кажется что что-то невозможно самом деле нужно посмотреть слева справа и на самом деле возможно все ограничение у нас в голове вот пример с гуглом когда приходишь на территорию гугла есть правило что нельзя снимать видео можно делать фотографии на нельзя снимать видео мы сталкивались надori с этой проблемой наделали вся случае сказали что не снимали проси сказали не снимать и вот сегодня можем при входе в ресторане вообще он просил сделал такие глаза обратили ради как мы едет детской детской доброты и неожиданности спросил а можно снимать и доброты без не же а просто мод από т.р. какая с детской нажды другая а можно снимать Сказали, да, конечно. Ну, видите, друзья, вот такое меню. И подошел официант и говорит, какой чай будете, чего будете. А про меню ничего не спросил. Я ему говорю, а меню-то чего? Он говорит, а мы вам все принесем. Будет такой сэмплер. Вот все, что есть в меню, все принесем. Любаш, вы не первый раз тут? Ну, я здесь была раза 3-4. Вот эти чаи, вы тоже что-то прихлебываете такое, мутное, с какими-то смесами страшными. Что это? Что он нас спросил? Он говорит, будете пить какой-то чай со спайсами, с молоком, со специями, еще что-то. Ну, да, это же индийский ресторан, и вы в Индии не были. Нет. Вот когда едешь в Индию, там везде пьют этот чай с молоком. То есть вот в Индии они не пьют просто зеленый или черный чай. Но не пьют чай с молоком, как в Великобритании. Это что-то еще они пьют. Ну, вот у них прямо вот сразу, он уже с молоком, то есть не так, что вы отдельно добавляете, а в таком прямо уже в котле, там чай, специи, то есть он такой немножко острый. Когда пьешь, вот чувствуется вот эта остринка. И молоко, молоко и сахар. Вот, то есть вот это то, что нам принесут, это индийский чай. Ну, заснимем, раз такое дело. Я, вот, может быть, покажу, там ребята сидят, я не знаю, насколько им идти. Вот, ребята могут начать переживать. Они могут начать переживать, но мы как бы делаем вид, что мы такие чайники, в общем, пришли. Вот, на мне нет надписи Google, на мне есть табличка. Сейчас мы дадим камеру начинающему блогеру. Товарищ блогер. Да, вот табличка сейчас наводим-наводим. То есть говорит о том, что Михаил Портнов и хост Любовь Шишола. Все, вот, так что я теперь типа своего. Но видно, что я не местный по этой штучке, поэтому я могу чудить, и как бы мне можно. А вопросик к вам, вот скажите, вы индийскую кухню любите? Ну, за столько лет в Соединенных Штатах, о, нам принесли что-то. О, вау. Это вегетарианская у Любы. Так, давайте теперь мне камеру. Так вы же на вопрос не ответите. Сейчас ответим. Так, вот это друзья нам тут принесли. Это вот сэмплер всего на свете. Тут рисок, вот это рисок. Насчет индийской кухни, я могу сказать так. В целом она очень, очень острая. Поэтому, когда мы ходим в индийский ресторан, мы ходим в такой, который не аутентичный для мид, для индусов, а вот для нас. Там менее острое все. Да, специально допутируемое. Второе, когда у вас есть сотрудники, там, каворкеры из Индии, надо быть очень осторожным, потому что они все время приносят еду и норовят угощать. Они очень гостеприимные. Особо девчонки, они так еще говорят, я сама сделала, съел кусок, день, можешь не работать. Да, 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 у меня есть знакомые индусы, и вот когда они приглашают, там что-то готовят, и они знают, что я острого не люблю. То есть они делают это не острым, и все равно у меня обжигает язык, то есть я не могу вот так нормально есть. Она была очень беленькая такая, почти альбиносец, ну, студентка. И однажды я прихожу, она красная, как помидор. И я ей говорю, что случилось? Она говорит, я же, говорит, ее спросила, острое или нет. А она сказала, mild. То есть так, ну, как бы, как сказать, mild? Ну, средненькая, да? Ну, да, да, да. Средненькая. А у нас этого средненькая была помидором натуральным, до корней волос. Ну, да, а я вот уже научилась, когда печет, вот нужно вот этим, видите, вот это йогурт. Супчик из йогурта такой. Да, а когда им заедаешь, то становится легче. И водичка помогает тоже. Люба, давайте мы придадимся чревоугодиям. Давайте, это отличная мысль, Михаил. Я его даже сама готова. Пришлось мне немножко отвлечься от процесса потребления пищи. Вот чай, принесли, говорит, будьте осторожны, он очень-очень горячий. Выглядит как какао, чисто внешне.